Приветствую вас, Алексей. Если честно, то я не очень понял вот именно причины того, что у вас начался расслаб. То есть я не очень понял того, с чего началось всё. Её чувства просто в один прекрасный день начали пропадать? Это так происходило? Или были всё-таки какие-то трудности, были всё-таки какие-то проблемы, были всё-таки какие-то, ну не знаю, не застыковки, неувязки и прочее, прочее, прочее. То есть вот мне кажется несколько странным тот факт, что вы об этом ничего не сказали. То есть если чувства просто так ушли, да, то есть вот вы познакомились, вы были одним человеком, вы стали жить вместе, вы были одним человеком. И потом просто я перестал это устраивать, например, что-то означает, что человек просто перерос, он перерос, ну грубо говоря, перерос вас, да, грубо говоря. И всё, и как бы с этим ничего не поделать, вот. Потому что, ну, это реальность, это даже, это данность, данность я бы сказал, понимаете, это просто данность, что вот она такая. И всё, как бы, поэтому мне кажется, что в первую очередь желательно определить именно то, в результате чего её чувства, да, они ушли. Скажем так. Дальше, значит, соответственно, в зависимости от этого, если чувства ушли по какой-то вот причине, ну, по какой-то конкретной, скажем так, причине, причине, да. Вот. То в этом случае, если чувствуешь ли по какой-то конкретной причине, можно и нужно эту причину выяснить. Я вот не, не ощущу сейчас, да, когда говорю, что нужно выяснить, выяснить причину. Ну, просто, опять же, просто, опять же, потому что, ну, в проективном случае, да, ситуация просто останется вот такой, какая она есть сейчас и всё, вот. Если чувства у девушки прошли в результате того факта или того аспекта, что просто вот что-то, ну, что-то изменилось, да, просто что-то поменялось, просто что-то стало другим, то в таком случае для того, чтобы у неё чувства пришли вновь, для того, чтобы у неё чувства появились, нужно, на мой взгляд, такая история, чтобы человек, ну, увидел того, кто нужен ему. Ну, в данном случае мы говорим о неком поведении, в данном случае. В данном случае мы говорим о неком поведении, о некой модели поведения, возможно, да? Вот, значит, с вашей стороны. Эм, ну, которое необходимо сделать, которое необходимо реализовать для того, чтобы у неё, ну, появились, появились, собственно, чувства. А, не к вам. Ну, вот, эээ, так это примерно выглядит. Понимаете? Такая, ну, примерно, примерно, такая картина мне видится. Вот. Вот так. То, что вы демонстрируете, ээээ, ну, свою такую свободу и повышенную осознанность, эээ, ну, мне кажется, не совсем это естественно, мне кажется, это не совсем естественно, мне кажется, это не совсем вы. Мне кажется, что это, эээ, такое вот, знаете, ну, напускное, напускное. Вот. Там ещё вы говорите, что вы пишите, что, ага, ну, что вы не удержались, что вы всё-таки ей позвонили. Вот. Хотя, ну, отдавали себя чёт в том, что делать этого было, ну, нельзя, да. Вот. Вы всё-таки позвонили. Я вас не обвиняю, опять же. Да, я вас не обвиняю. Я не хочу сказать, что, там, вы не должны были звонить. А, я хочу сказать, эээ, только то, что, вот, раз вы позвонили, раз вы не удержались, эээ, значит, у вас есть потребность в этом. Если есть потребность, то девочка, может быть, эээ, чувствует, чувствует, эээ, ну, чувствует эту потребность. Понимаете, она, может быть, она чувствует, что, эээ, вот, ну, что вы нуждаетесь в ней. А, ей это, ну, не то, чтобы неприятно, да, ну, ей не хочется. Ей не хочется. Ей не хочется. Ей не хочется, чтобы вы в ней начались. Вот. И всё. Понимаете? Ну, вот такая история здесь. Такой момент здесь. Может быть, опять же. И относиться к этому можно, там, абсолютно по-разному. Вот. Вот. Главное, что, чтобы отдавать себе в этом отшир. А, теперь, значит, эээ, по тексту. А, прошив 10 лет вместе, из них 6 лет в браке, моя супруга подала на развод. Я принял решение, так как считалось, что штаб паспорт, это не главное, в жизни двух людей, не может быть, якорем сохраненной семьи. Ну, я бы сказал, что, опять же, да, здесь вы не раскрываете, эээ, вот, причин, по которым ваша, эээ, супруга, да, подала на развод. Что-то, ну, из-за чего она подала на развод, почему она подала на развод. А, что, и, что её, вот, ну, смотивировало-то подавать на развод. Ведь, ну, есть же, наверное, какие-то, какие-то причины, какие-то основания для этого. Вот. Очевидно. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Ну, вот. Вот. Это важная. Это важная история. Это очень важная история. Это очень важный момент. Вот здесь. Для, ну, для понимания. Дальше. Так. Нет стандартных проблем с жильём, деньгами, скандалами. Мы не делим имущество и здесь жить мне и моей жене. Два прошлых года, несмотря на то, что она предлагала всё обсудить и помочь, я отказывался её услышать. Что именно обсудить и в чём именно помочь. То есть, вот, ну, непонятно пока что, что именно обсуждать хотела ваша жена. Вот. В чём помочь она хотела. Непонятно. Непонятно. Абсолютно непонятно. Пока что. То есть, то есть, она понимала, что у вас есть проблемы и понимаешь, понимая, понимая, что есть проблемы, она хотела их решить или как? Так. Что вы имеете ввиду? Далее вы пишите, что вы её не услышали, вы её не услышали. Вот. Ну, здесь, в принципе, вас можно, конечно, понять, да? Можно понять. Ну, почему вы не услышали, потому что вам не хотелось, вероятно, принимать вот такую реальность, в которой ваша жена, да, она, по сути, ну, как бы не с вами. Вот. То есть, я вас здесь могу понять, могу понять ваше, ну, такое вот нежелание принимать реальность такой, какая она есть. Так, два года сложной работы, по 12 часов, в том числе, выходные, депрессия на этом фоне и усталость. Ну, опять же, депрессия – это психическое заболевание, которое диагностируется врачом. Времени, времени в миске проводили очень мало, жена, плохое, неодушевленное определение близкого человека ездила в отпуск с подругами и родственниками. Да нет, тут дело не в том, точнее, понимаете, вы говорите о том, что жена – это очень какое-то плохое определение близкого человека. Ну, я вот с вами не могу согласиться, потому что жена – это хорошее определение человека. Именно хорошее определение зависит от контекста, в каком контексте употребляется это слово. И все зависит от того, каким значением наделяется это слово, понимаете. То есть, если это значение негативное, да, вот, то, ну да, в таком случае, да, да, в таком случае это очень недостаточное слово. А если в это слово вкладывается смысл, то почему нет? То есть, я не вижу здесь проблемы, какой-то такой, ну, серьезной проблемы. Вот. Значит, то, что вы говорите, что она ездила в отпуск с родственниками и подругами, ну, звучит так, что вы просто избегали проблем. Это нас отдалило. Значит, каждый из нас привыкает быть один. Перед Новым годом мы поговорили. Она сказала, что любит меня, но не как мужчина, а как родственника и близкого человека. Новый год встретили вместе. По его словам, это был лучший Новый год. Но вы знаете, я верю в то, что вы действительно человек, с которым очень комфортно, спокойно, но, который при этом не дает, вот, никакого, никакого, может быть, драйва столь необходимого ей, драйва какого-то, какой-то, знаете, спонтанности, может быть. Вот. То есть, у меня, у меня, вот впечатление сложилось такое, вот. У меня такое впечатление сложилось, если честно. И я, опять же, я плохого в этом ничего не вижу. Ну, как бы, в самом, ну, самом по себе, в самой по себе этой истории. А, вот. Ну, я прекрасно понимаю, что, может быть, это, ну, негативно сказываться на, допустим, ну, на женщину, да, которая нуждается в чем-то. Вот. То есть, у меня сложилось, я сейчас повторю, такое вот впечатление, что вы слишком, такой вот, слишком, слишком стабильный. Вот. А тут, излишняя стабильность, да, она, она оказалась во вред, вот, к сожалению. Может быть, даже она сама, я имею ввиду, ваша девушка, если бы ей сказали, она бы сказала, нет. Как так, как это возможно. Ну, вот. Возможно. Возможно. что, поэтому, мне кажется, что, ей не хватает именно, вот, ну, какого-то драйва. Просто, просто драйва какого-то не хватает, и все. Вот. Так мне это видится. Ну, вот. Сейчас, по крайней мере. Дальше. Так. Потом она уехала в другой город на месяц. Уехала просить, не звонить и не писать, чтобы дата разобраться в себе. А, естественно, я не смог удержаться. А, ну, вот, вопрос к вам, значит, соответственно, да, вопрос к вам. А, почему вы не смогли удержаться? То есть, почему, от чего вы не смогли удержаться? Вот. А, что вас беспокоило? А, почему я хотелось ей написать? При том, что вам сказали прямым текстом, чтоб вы этого не делали. Да? То есть, ну, вот здесь, здесь, на мой взгляд, очевидно, вот, такая тенденция, да, что вы сами себе вредите. Вот. Вы просто сами себе вредите, по сути. Вот. И мне кажется, что это нужно исследовать, почему вы сами себе вредите. То есть, по сути, вредите вашим отношениям. Вот. А вам девочка говорит прямым текстом, не звони, вы берете и звоните. Соответственно. Дальше. Так, значит, она мне позвонила, сказала, что мы разводимся, я просил ее подумать о чем. После этого мы подали заявление, она вновь уехала, за почти два месяца я много присмотрел себе, снял свой привычный годировок, вот, вот, пришел в хорошую физическую форму, стал чувствовать себя сил уверенность, появилось желание жить. Ну, мой коллега уже высказал такое вот предположение, что у вас это может быть следствием. Такого, такого, может быть, подспутного желания вернуть девушку. Вот. Вот. Поэтому, тут, конечно, надо бы тоже поисследовать, насколько вы, ну, для себя делаете, вот, все, что, ну, все, что делаете. Вот. Вот. Я вам не ду, чтобы не верю, да, я вам верю, но просто хочется все-таки, чтобы, ну, чтобы все было понятно, чтобы все переменные были ясные. Вот. Для себя ли вы это делаете сейчас? Ну, вот, то, что, говорит, что вам хочется жить и прочее, прочее, прочее. Для себя ли или для девушки больше? Вот. Дальше. Так, все это время понял для себя захочу прожить всю жизнь с этим человеком. Ну, вот, опять же, да, есть некое противопротиворечие. А, с одной стороны, с одной стороны, вроде бы, вы говорите, что у меня появилось желание жить. Ну, с одной стороны, появилось желание жить. А, с другой стороны, с другой стороны, вы тут же, по сути, пишете, что хотите прожить жизнь с этим человеком. Ну, если у вас, как вы говорите, появилось желание жить, то это самое желание жить, оно как связано с тем, что вы хотите жить с этим человеком? Как оно может быть с этим связано? Как оно может быть с этим связано? Понимаете? Какая штука? Какая штука? Вот это важно. Знаете, здесь у вас, ну, как будто бы, есть противоречия. И одно противоречит другому. А вот это установка. Это установка. Установка, которую вы, по идее, будете демонстрировать своей женщине. Да? По факту. Поэтому, ну, мне кажется, кажется, что, обратить на это внимание, как минимум стоит вам. Да? Обратить внимание на этот, на этот аспект, как минимум стоит. Вот. Для того, чтобы, ну, вообще понять, куда вы идете, вот, и в том ли направлении вы идете. Дальше. Причиной тому ни в коем случае не являются усименно на мучковое самолюбие, страх быть одному и заниматься бытым и прочее. А чем тогда? Да. То есть, ну, вот вы сказали, чем не являются. А чем, чем является? В таком случае. То есть, вы этого не донесли до нас. Я могу принять тот факт, что вы действительно не преследуете свои какие-то цели. Но какие цели все равно вы преследуете и какие? Вы же их не озвучиваете. А может быть не знаете. Так, неделю назад я решил позвонить, поговорить. Сказал ей о своей уверенности в том, что подальше заявление на модель большая ошибка. Девочка сказала, что с точки зрения логики, она знает, что на меня можно положиться, мне можно доверять. Но нет чувств, как мужчин нет сексуального увлечения, что не верит в то, что можно как-то искать и начать жить заново с ней. Есть ли возможность построить новые отношения? Новые отношения возможности построить нет. Потому что новых отношений не будет в силу того, что вы те же, да, то есть, как бы, ну, вы те же люди. Да, то есть, вы все равно, вы по-прежнему являетесь собой. Вот, как бы, поэтому я вот не думаю, что такая подстановка вопроса, именно такая подстановка вопроса является корректной. Вот. Можно отношения оживить, потому что когда-то, когда вы встречались, да, вот, когда вы, ну, образно говоря, только начинали отношения, вот, чувства-то у вас друг к другу были. Значит, вероятно, имеет смысл как раз таки и спросить себя тогда. Тогда. Так, а... Что изменилось? Ну... Сейчас что изменилось? Сейчас что стало по-другому? Понимаете? Такой момент. Где я, например, где я стал вести себя иначе? К примеру. Вот. Вот. Примерно. Примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. То есть, если вы почувствуете ее притязание как женщины, а еще лучше разберетесь с этим вопросом на приеме у семейного психолога, например, можно даже онлайн, то реальный шанс есть. Если вы готовы поставить как-то вот в зависимость какую-то ваши отношения и то, что вы будете делать сами, если у вас есть, если вы готовы поставить такую, если вы готовы в зависимости это поставить. Ну, опять же, я не думаю, что вас будет кто-то осуждать за это, да, я не думаю, что вам будет кто-то, вот, кто-то говорить, что вы поступили неправильно, неправильно. Вот. Мне кажется, что просто вам в этом нужно отдать себе, отдавать себе отсюда. То есть, что вот то, что я делаю, да, это вот, вот, это вот оно. Это вот, эээ, это вот мои действия сейчас. Вот. И все. А дальше уже будет постепенно ситуация выправляться. Вот. То есть, если вы, если вам, ну, если вы нащупаете друг друга, да, сможете быть вместе, я не вижу никаких проблем. Вот. Ну, а может быть, что и не нащупает. Вот. То есть, это, ну, такая вот история 50 на 50. Тут никто гарантии вам не даст, и я полагаю, что это, ну, это нормально. Что никто не может дать гарантии, что вот, эээ, отношение реально восстановит. Вот. Но попытаться стоить. Пытаться стоить. Как мужчины и женщины вы сейчас друг друга не чувствуете? Вот. Попробуйте для начала, может быть, подумать над тем, что общего между вами вообще есть. Сейчас, в принципе. Вот. И возможно, тогда вам откроется некая такая площадка. То есть, предложите своей девочке просто позаниматься чем-то общим. Вот. Вот. Предложите своей девочке просто вот проводить время вместе, а там дальше уже что будет, то и будет. Вот. Мне видится так. Мне видится такой подход. Таким подход. Верным. Вот. И более-менее адекватным, скажем так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего доброго. Я вам желаю разрешения вашей ситуации. Я надеюсь, что сейчас разрешится. Вы достойный человек. Просто немножко запутались. Ну вот. Ну, это бывает. Нормально. Удачи вам. Удачи. Удачи. Удачи.